Здравствуйте, уважаемые зрители! Наступил март. В природе все начинает постепенно оживать. Земледельцы предвкушают начало пассивного сезона. И невольно задумаешься над вопросом, а сколько земля должна отдыхать? Хотел бы поделиться подходами, которые применяются на юге Украины. И в конце этого ролика мы рассмотрим некоторые исторические очерки земледелия. На юге Украины мы начинаем садить рано, поскольку очень засушливое лето. Посадка огорода, как правило, приходится на начало марта или же на конец февраля. К примеру, в первом месяце весны 2020 года температура достигала плюс 17 градусов по Цельсию. Соответственно, лук мы уже убираем в июне или июле, а картофель, как правило, копаем в июле месяце. На освободившихся площадях иногда засеваем летнюю речку, зелень. В октябре убирают свеклу, и земля начинает уходить в свой так называемый отпуск. Понятно, что здесь я не учу многолетние культуры, но это, я думаю, и так многие земледельцы понимают. Мне интересно, что в некоторых местностях здесь недалеко люди используют земледелие как основной источник дохода. Поэтому там земли эксплуатируют намного интенсивнее. Здесь посевной сезон начинается в феврале, когда засаживают теплицы. И часто бывает, что зелень под агроволокном находится вплоть до начала декабря. По факту земля может отдыхать около трех месяцев, и успевают люди собрать два урожая. Ну а должны ли быть длительные перерывы? Некоторые делают год отдыха, не засевая огород. Люди удобряют его, зачищают от сорняков, таким образом давая земле своего рода восстановить силы. Ну, лично я как бы не могу себе позволить полностью не сажать огород, поэтому поставил цель выделять определенные участки огорода, для того, чтобы они отдыхали, и их чередовать. Я, в отличие от других, не сажаю огород большими кусками, а у меня такие узкие грядочки полтораметровые. Но больше об этом говорится в других моих роликах. Ну и, как говорил уже плавно, на этом перейдем к историческому очерку. Интересно, что в древности на землях современного Израиля и Ордании земледелие регламентировалось законом. Поскольку из-за теплого климата урожая могло снимать дважды, то земля очень интенсивно эксплуатировалась. Поэтому там была введена 50-летняя цикла обработки земли. Суд состоял в том, что каждый седьмой год земля должна была оставаться нетронутой. Это касалось также виноградников и мысличных рощ. В конце этого 50-летнего цикла было два года отдыха. Соответственно, 49-й и 50-й год. Конечно, есть еще многое, что сказать по этой теме. Но это уже материал для других роликов. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы эксплуатируете свои мнения. Что думаете по поводу высказанного в этом ролике? Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. До новых встреч на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok